Всем привет! Меня зовут Василиса, вы на моем канале и сегодня я снимаю для вас DIY, но DIY не простой, а новогодний. Так как все уже давно знают, что скоро Новый Год, у меня появилось несколько идей, как переделать ваши старые ненужные вещи. На этот раз у нас не только свитера, но будут даже джинсы. И так как в этом сезоне в моде все блестящее, я накупила таких вот разных всяких блесток, жемчуг. Жемчуг тоже очень модно. Когда туда руку запускаешь, так умиротворяет классно. Короче, будет очень интересно и красиво, поэтому давайте скорее переходить к самому DIY. Поехали! Итак, начнем мы вот с такого вот красного свитшота. У нас будет два этапа его украшения, а начнем мы с рукавов. Здесь такие вот выделенные манжеты, на которые, мне кажется, очень классно будет приклеить немного жемчуга. Я раскладываю свитшот, как мне удобно, и беру жемчуг. У меня здесь жемчуг разного размера, одни побольше, другие поменьше, и с самого начала мне нужно его разложить по рукаву, чтобы получилось ровно и симметрично, а уже только потом клеить. Раскладываю я произвольно. Можно взять картинку из интернета и посмотреть, как это вообще обычно делается. Я уже примерно разложила бусинки, так как в процессе они немножко скатываются, я решила начать клеить, но потом можно будет добавить еще несколько места, которые остались пустыми. В принципе, в этих бусинках есть отверстия для того, чтобы их пришивать, но так как я очень ленивая, я специально купила себе вот такой вот пистолет. Он с горячим клеем и отлично клеит всякие штуки к ткани, так что сегодня я его буду тестировать. Берем одну бусинку и наносим совсем чуть-чуть клея. Теперь осталось проделать все то же самое с остальными бусинками. Одну сторону я уже закончила, осталось четыре, потому что сделать я хочу с обеих сторон рукавов, поэтому сейчас мы этот рукав переворачиваем и начинаем делать все то же самое с обратной стороны. На этот раз я думаю, что раскладывать не буду, потому что я уже более-менее наловчилась, и мне кажется, у меня сходу получится, так что я буду стараться, по крайней мере. Мой первый рукав готов, и, соответственно, остался второй, который я уже, наверное, доделаю без вас. А потом покажу вам результат. Мне кажется, рукава у нас получились очень красивые, но, если вы помните, я сказала, что эту кофту мы будем украшать в два этапа, поэтому теперь мы будем на ней рисовать специальной краской для ткани. И так как тема у нас новогодняя, я вырезала трафаретики в форме снежинок. Сейчас разложу их по всему свитшоту и буду наносить краску спонжиком. Если вы смотрели мой предыдущий DIY, если не смотрели, то ссылочка здесь вверху, я вводила буквы Нью-Йорк кисточкой. Это было не очень удобно, поэтому я решила взять обычный такой косметический спонжик. Может быть, теперь мне будет полегче. Для начала я раскладываю свитшот, и, как обычно, между двух половинок мы подкладываем бумагу, чтобы краска не отпечаталась на обратной стороне. Далее я раскладываю трафаретики по свитшоту, чтобы определить, как я хочу, чтобы снежинки были расположены. Трафареты разложены, и теперь самое интересное. Я надеюсь, я ничего не запарю, как обычно. Я уже покрасила одну снежинку, и она получилась так ровно по сравнению с той надписью Нью-Йорка. Если честно, я тоже боюсь остальные красить, чтобы ничего не испортить. Но продолжать все равно надо, а вы увидите уже конечный результат. Наш свитшот готов, только посмотрите, какой он получился новогодний. Я как раз забываю про это. Вы готовы увидеть это на мне? Смотрим. А следующая вещь, которую мы будем делать, это вот такие вот джинсы. Они самые простые, стоили, по-моему, 1700 рублей. И на них мы тоже будем прикреплять жемчуг. За основу я решила взять вот такую вот картинку. А схема, собственно, та же самая. Берем жемчуг, клей-пистолет и приступаем. Я разложила джинсы на столе, и думаю, жемчуг будет располагаться от самого низа вверх на где-то 25 сантиметров. И бусинки также будут в перемешку большие и маленькие. Напоминаю, что бусинки располагаем хаотично, и они будут редеть по мере того, как я поднимаюсь к колену. То есть снизу побольше, и потом все реже, 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 и потом их совсем не будет. Ну что ж, я закончила. Вот так выглядят джинсы. Не скажу, что это было очень быстро, но зато очень успокаивает. И еще мне кажется, что джинсы будут отлично сочетаться с тем свитшотом, который я сделала до этого. Смотрим. Мы переходим к завершающему на сегодня свитшоту. И он черный, выглядит вот так вот. У него очень широкий вырез, и мне кажется, здесь чего-то не хватает. Как вы думаете, чего? Вот, конечно же, жемчуга. Но на Нитрест это будет не только жемчуг, а еще и вот эти стразики, которые я все-таки не зря купила. В случае с этим свитшотом, я думаю, что узор уже будет симметричным. Поэтому я сначала выложу на нем небольшую часть и посмотрю, нравится мне или нет. Я хочу, чтобы узор выглядел примерно так. И выкладывать его я буду по всей окружности горла, не только спереди. Кажется, мне работа опять предстоит долгая и трудоемкая, так что я скорее начинаю. Свитер готов. Я немного пообжигала пальцы, потому что маленькие кристаллы оказалось приклеивать очень тяжело. Но мне кажется, оно того стоило. И сейчас я буду мерить. Ну что ж, на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравилось видео, что это была полезная для вас информация. Мне кажется, что у нас получились действительно красивые вещи. И это намного дешевле, чем покупать вещи с таким, например, жемчугом в магазине. Как всегда, пишите в комментариях, нравится ли вам мои DIY. И, конечно, какой из свитеров вам понравился больше всего. Также не забывайте ставить ваши пальчики вверх, потому что я правда очень старалась. Это были какие-то бесконечные съемки часов 6 или 7. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. А мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.